Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, как земля общего пользования вдруг стала источником убытков для некой частной компании. Говорим с экспертом Общественного совета города Алматы Анной Данилиной и разработчиком парковочных систем Александром Чулковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналисты, представители общественности и просто неравнонушные граждане вот уже несколько лет не могут получить ответ на, казалось бы, простой вопрос. Почему? Частные владельцы городских парковок не строят свои подземные и наземные паркинги, а эксплуатируют городскую землю в своих интересах. Хотелось бы показать здесь отрывок из интервью общественного деятеля Асхата Салбекова. Структура, которая сейчас у всех на устав, она договорилась с Акиматом, взяла в аренду землю общего пользования, то есть обочины дорог, и сделала их платными. Да, они вложили деньги в установку паркоматов, разработку программного положения, там ребята приезжие из России, этим делом занимаются, и считают, по их словам, что это поможет увеличить налогоблажение в бюджет города Алматы. Что в принципе и происходит. Но этот вопрос в чем? Если брать мировой опыт, во-первых, всем этим занимается муниципалитет. У нас частная структура, более того, они говорят, что у них 30% государства, на самом деле не совсем так. Есть внутри организация среди учредителей частных, и внутри этой организации 30%. Никто не мешает им взять земельный участок, построить подземные парковки, надземные парковки. Как это существует в цивилизованных странах. А я думаю, Казахстан претендует на то, чтобы быть цивилизованной страной. И соответственно, за это брать установленную плату. Он имеет полное право. Но просто так взять обочины дорог, и за это заставлять платить граждан, земля, которая является муниципальной собственностью, и, скажем так, народной землей. И с этого же самого народа забрать за эти деньги, это несправедливо. Анна, вопрос к вам, как к представителю общественного совета города. Как городская земля была отдана в эксплуатацию частной компании? Ну, если посмотреть, как фактически у нас образовывалось платное пространство, скажем так, вот этих парковок, то в 2015 году был проведен тендер по передаче в доверительное управление некого земельного кусочка в компанию, которая должна была создать платные парковки. На тот период, это те документы, по крайней мере, которые видела я, как член общественного совета первого состава, на тот период у нас в тех договорах было всего 500 парковочных мест с определенной стоимостью за каждое парковочное место. Оно составляло очень маленькие деньги, там что-то около 400 тенге, 480 с небольшим тенге за месяц за одно парковочное место, которое организация, эксплуатирующая, соответственно, эту землю, должно было передавать в бюджет города. В последующем, естественно, передавалось уже гораздо больше земли, но, к сожалению, общественному совету каким-либо образом эту документацию уже не давали. Как передавалось, доверительное ли управление, по тендеру ли, еще каким-то образом, мы не знаем, да, то есть, к сожалению. Что касается самого договора доверительного управления, в 2015 году этот договор должен был передаваться на 10 лет, то есть Алматы паркинг должны были использовать определенный кусок земли в течение 10 лет, оплачивая ежегодно в бюджет города сумму денег, стоимость за одну аренда места парковочной зоны. Посчитать, в общем-то, несложно, если даже 480 тенге умножить на одно парковочное место, их 500 было по данному договору, то есть мы можем определить, какая сумма должна была быть в месяц, какая должна быть в год, и какую сумму должно получить государство, то есть в лице Акимата, в лице бюджета города, должны были получить в течение 10 лет. Но, насколько нам сейчас известно, Алматы паркинг, как таковая организация, которая презентует постоянно свое парковочное пространство, говорят о том, что они убыточные. То есть, соответственно, передавать что-то в бюджет города они не могут. Единственное, что они делают, это оплачивают некие налоги, куда входят не только корпоративные налоги самой организации, но и так называемые подоходные налоги на работников. То есть, это соцналог, это медицинское страхование, это пенсионный фонд. Давайте уберем со всех налогов вот то, что касается работников. Сколько тогда в этом случае налогов заплатит Алматы паркинг лично, как организация, которая организует парковочное пространство, в бюджет города от своего дохода? Ноль. Потому что они изначально говорят, что у них ноль прибыли. Вы присутствовали на презентации то Алматы спецтехпаркинг, сервис. И я бы хотела назвать цифры, которые там были названы. Наши финансовые показатели, это выручка. Все деньги рисуют, куда же вот эти вот 100 деньги уходят. Все они аккумулируются в этой сумме. 2 миллиарда 960 миллионов тенге было собрано средств. Теперь расходы по проекту составили 3 миллиарда 430 миллионов тенге. Чувствуете разницу, да? Теперь чистая прибыль, соответственно, ноль. И есть убытки. Убытки – это разница между расходами и приходом выручки компании. Они составляют 472 миллион тенге. Расходы проекта – 3,43 миллиарда тенге. Выручка – 2,96 миллиарда тенге. Чистая прибыль – ноль тенге. Убытки – 472 миллиона тенге. Как бы вы назвали эту компанию? Какое слово больше подходит? Благодетели, спонсоры, альтруисты? Ну, наверное, скорее всего, это какие-то некие благотворители, которые в данном случае говорят о том, что мы здесь вкладываем в город, а город такой весь неблагодарный, здесь такие жители, да? Еще и возмущаются. Но если мы сейчас элементарно посмотрим еще на цифру, какое количество парковочного пространства у нас есть сейчас передано в ведение того же Алматы паркинга, они тоже озвучили цифру 11 тысяч парковочных мест в 2019 году. То есть это 11 тысяч парковочных мест на территории города Алматы, которые так или иначе приносят те или иные деньги. Можно посчитать очень легко, сколько должно быть в бюджете организации, которая держит это парковочное пространство. Алматы паркинг говорит о том, что сменяемость порядка 8 машин, но мы будем более оптимистично смотреть на цифры, будем говорить о том, что все-таки 3 смены должно быть, либо 3 часа, соответственно, оплаты за одно парковочное место. Это минимальная, скажем так, цифра. Если мы эти 3 часа, то есть 300 тенге, оплатим на 11 тысяч парковочных мест, умножим, да, и умножим на 30 дней, мы получим достаточно большую цифру, сколько ежемесячно должно падать на счет Алматы паркинга, да? То есть сумма, с которой должны быть оплата заработной платы, и различных фонд вот этих установок, обеспечения материального и так далее, и так далее, и так далее, и мы выйдем фактически на чистую прибыль. А учитывая, что Алматы паркинг работают уже, соответственно, не первый год, практически, насколько я мнение, мне не изменяет память, это уже четвертый год, можно смело умножить еще и на 4 года, да, и получим мы цифру порядка где-то 6 миллиардов. Алматы паркинг говорит о том, что их чистое вложение 3 миллиарда, там, 900 миллионов. 6 миллиардов, повторяем мы, это минимальная сумма. Это минимальная сумма, которая должна упасть на счет Алматы паркинга. Я не считаю здесь сейчас, сколько денег должно уходить на заработную плату, на колл-центр их, на различные материальные обеспечения, то есть они должны высчитываться отсюда. Но речь идет о том, что это та цифра, которую должны показывать реально Алматы паркинг, то, что действительно собирается Алматы паркинг. Ну, я думаю, на самом деле, что эту цифру Алматы паркинг нам демонстрирует для того, чтобы говорить о поднятии тарифов, потому что нас к этому плавно и мягко подводит. То есть мы вложили огромные деньги, наша система съедает такие же огромные ресурсы, мы убыточны, мы благоделаем городу, город должен пойти нам навстречу. И я думаю, что повышение тарифов не остановится в два раза. Я думаю, это будет минимум пять раз. И мы уже будем платить, я думаю, не меньше 500 тенге за час. Обратите внимание, что на той же презентации вопрос о дифференцированном тарифе был поднят из зала. И его очень аккуратно завернули, сказали, что Акимат не позволяет нам изменить цену. И опять же было подвинено таким образом, что это будет на благо, если мы введем дифференцированный тариф, и Акимат изменит условия оплаты парковки. Да, действительно, ни один вопрос был переведен в адрес Акимата. И нельзя не отметить вопрос о внесении изменений в правила, касающиеся платных парковок. Мы подняли архив и нашли действительно два изменения. Но, если честно, то человеку юридически неподкованным очень трудно разобраться с первого взгляда, в чем же состоят, в чем заключаются эти изменения, в чем смысл, суть. Ну, вы знаете, я тоже не с первого раза фактически смогла разобраться, несмотря на то, что я юрист с большим опытом. Я тоже сделала для себя, соответственно, выжимку. И получается следующая ситуация. В 2011 году у нас Акимат выносит постановление о подтверждении правил оплатных парковок. В 2017 году выносится еще одно постановление уже за подписью Акима Байбека о внесении изменений в правила 2011 года. И эти изменения буквально двух пунктов. То есть меняется уполномоченный орган и вносится такое понятие, как коммунальная автостоянка-автопарковка. Но почему-то каким-то странным путем у нас в департаменте юстиции зарегистрировали абсолютно новый проект правил, который на 100% отличается от того, что было в 2011 году. Кем он был утвержден? Каким образом новые правила вообще были согласованы? За чьей подписью? Непонятно. То есть, если мы зайдем даже на тот же сайт Аделета, мы увидим буквально две ссылки на организацию платных парковок. Ссылка номер один идет за 2011 год, где указано, что оно создается постановлением от 2011 года, опубликованное в Алматы, Кшамы и Вечерней Алматы. И дальше следующая ссылка идет номер два, написано обновленный, тоже написано правила 2011 года, утвержденные постановлением 2011 года, опубликованные в Алматы Акшама за 2011 год, в Вечерней Алматы за 2011 год. Но если мы нажмем на обе ссылки по этим правилам, мы получим абсолютно два разных документа, абсолютно на 100% отличающихся друг от друга. Тогда, соответственно, у меня будут вопросы к Акимату, к Департаменту юстиции, как к регистрирующему органу. А каким же образом вы зарегистрировали правила в 2017 году, не согласовав их ни с кем? Нет постановления о том, что первоначальные правила 2011 года утратили так или иначе свою силу. То есть они не утратили. Старые правила находятся в архивной версии, но они не утратившие свою силу. Загадка. Пока это загадка. Александр, ваша компания занималась разработкой парковочных систем, и даже ваши разработки были внедрены. Но это была совсем не та система, которая работает сегодня. Могли бы вы назвать принципиальные отличия? Да, я как раз хотел дополнить Анну с правилами 2011 года. Ведь в 2011 году была разработана очень грамотная стратегическая система по преобразованию парковочного пространства города Алматы. То есть необходимо было, задача, которая ставилась перед парковками, освободить парковочные места там, где это необходимо очень быстро припарковаться. То есть около школ, больниц, от того же Кемата, банка и так далее. И для того, чтобы это сделать, было реализовано... То есть первое, надо было поставить многоярусные парковки, чтобы освободить эти места от тех машин, которые там целый день стоят, в течение дня занимают эти парковочные места. И чтобы каким-то образом регулировать, чтобы люди в любом случае не парковали, а ехали на вот эти многоярусные, было придумано внедрить на них почасовой тариф, чтобы эти места были свободны. То есть это не было тотально, чтобы все парковки были платными. Были только небольшие такие островки, но они должны были предназначены для удобства города, для удобства водителей, чтобы можно было найти свободное парковочное место в центре города. Вот от этих правил, когда мы разрабатывали, то есть от этой концепции мы отталкивались. То есть задача была такая, чтобы человек приехал, припарковался, быстро сделал свои дела, чтобы у него не болела голова, насколько он приехал, на какое время не рассчитывал его. Давайте тогда поясню. Общемировая практика, она примерно такая. То есть, в принципе, по всему миру до сих пор работает такая система. То есть человек приходит на платную парковку, потом идет в паркомату, выбивает чек, на время, которое он планирует парковаться, берет этот чек, кладет под лобовое стекло своего автомобиля. И на основании этого он паркуется. То есть такая система, она вот эта вот, общемировая в Европе практически везде и так далее. У нас она тоже была внедрена, компания вот Aulism этим занималась, но она совершенно не работала. На наш менталитет, на наше разглядяйство мы не работаем. Мы не можем заранее предусмотреть, сколько времени мы будем на той или иной встрече. То есть она может быть запланированной, продлится вместо часа три часа, а может вдруг резко отменится, и мы об этом знать не будем. А по факту мы уже заплатили. Указываем минимальное время, но обычно в него не укладываем. Или наоборот. Или наоборот. Вот у нас может быть проблема в том, что мы планируем пробыть там три часа. Мы пришли, встреча сменилась, мы через 15 минут вышли, а три часа оплачены. То есть мы, когда изучали мировой опыт, мы сразу же отвергли подобную концепцию, потому что она неудобна, она не решает те задачи, которые были поставлены в правила 2011 года. То есть задача такая, как можно быстрее приехать, как можно меньше действий сделать и уехать. Но в принципе она даже не подразумевала, паркомат. Обратите внимание, потому что паркомат это одно из самых дорогостоящих в этой системе. То есть он стоит очень дорого сам по себе, его обслуживать очень дорого, то есть заправлять туда ленту, инкассировать и так далее. То есть это колоссальные операционные расходы, помимо того, что в них надо вкладываться. Но как бы нужно было по тем правилам, нужно было его внедрять, поэтому мы его тоже внедряли. Но мы изначально не планировали ни парковщиков, никого, чтобы как можно ниже была стоимость операционных расходов. Чтобы это не было накладно владельцам парковки, опять же, да. И, соответственно, не сказывалось на владельцах автомобилей, автовладельцах, чтобы они, ну, то, что мы сейчас наблюдаем, повышение тарифов на них тоже не повлияло. Что же тогда была основа этой системы? Основой системы было лицевый счет. То есть любой автолюбитель, автовладелец, припарковавшись на парковке, он на него сразу же заводился лицевой счет, в которых потом точно так же на этот счет начислялись задолженности. То есть вы приехали, автомобиль поставили, вам не надо никуда бежать, не искать паркомат, вы постояли, уехали, опять же. Но эта задолженность остается на вашем счету за минусом ваших средств. Вот. Вы точно так же потом, когда этот лицевой счет пополняете, то есть вы можете пойти к любому терминалу оплаты, как сотовый телефон, ввести свой бусной и пополнить баланс. Либо закрыть свою задолженность. Все. То есть не нужно было... То есть и такой жесткой системы штрафов тоже не предусматривалось. То есть изначально мы говорили только о злостных нехватильщиках. А если мы сейчас рассмотрим систему, которая внедрена в ломаты паркинги, то за каждое неправильное действие водителя наказывают, штрафуют. Причем неважно, злонамеренно это было сделано или по какой-то, может быть, незнанию. Может быть, потому что он не сориентировался. Может, паркомат сам по себе не работал, да? Или просто человек не смог найти паркомат. Или не успел до 7 часов, по-моему, да, вечера сейчас? Да, до 7 часов у них сейчас система оплаты. То есть по какой-то причине человек не успел оплатить до 7 часов. Автоматически его задолженность перерастает в штраф. А штраф это намного серьезнее, чем просто задолженность. И, собственно, мы проработали до 2015 года, вся эта система, и где-то в августе, в конце августа 2015 года нам без объяснения причин, без всех наших наработок. То есть просто закрыли проект и все. Хотя изначально был разговор такой, что давайте внедрим систему, то есть почему было три компании, а между ними был как бы такой негласный конкурс. У кого будет самая эффективная парковочная система, эта парковочная система пойдет в город. Поэтому мы ее разрабатывали с расчетом того, что это будет внедрено по всему городу. Между прочим, одна из конкурирующих компаний в итоге пришла к нам. Те, кто внедрили себе общую мировую систему, они поняли, что она не работает. Они пришли к нам, и мы как раз начали в 2015 году совместную деятельность. То есть они стали нашим паркоматой, нашу систему внедрять на своих парковок. И вот в конце августа 2015 года это без объяснения нас вышвырнили отсюда и все. Вот еще у меня есть интересные цифры из пресс-релиза Алматэйских спецтехпаркинга. За три года объем инвестиций в проект составил 3,96 миллиарда тенге, из которых самая большая доля 3,26 миллиарда затрачена на оборудование и сервис, двоеточие, установку паркоматов, шлагбаумов, создание служб фиксации. Еще 500 миллионов тенге было направлено на создание центра обработки данных, где осуществляется обработка всех видов платежей. Но ведь по сути это не есть сервис. Сервис это то, что для клиента. А здесь перечисляются просто какие-то пункты системы контроля за оплатой авторюбителей. Согласны ли вы с этим? Да, все правильно абсолютно. То есть цифра достаточно большая. То, что говорил до этого Александр, от паркоматов нужно отходить. Нужно внедрять некую иную систему, которая в данном случае позволит более гибко оплачивать водителям за парковочное пространство. Парковочные зоны платные, они безусловно важны и безусловно нужны. Но они нужны не для того, чтобы человек получал какую-то некую дополнительную нагрузку денежную за то, что он там пользуется этой парковкой. А именно для того, чтобы он мог быстро подъехать, что-то сделать, быстро уехать. И всегда у него была возможность припарковаться. То есть именно получить свободное место. Сейчас система Алматы паркинга, которая говорит о том, что мы внедрили почти 4 миллиарда, то есть фактически вложили денежных средств, не получив еще ни одной тенге, говорит о том, что мы хотим получать деньги абсолютно со всех парковочных мест, независимо от того, сколько машина там будет стоять. Обратите внимание, где сейчас вносятся вот эти парковочные зоны. То есть они сейчас стоят не вдоль больниц, не вдоль школ, там, где действительно человек подъехал, высадил ребенка, или какие-то процедуры сделал и уехал, а именно вдоль жилого сектора. Там, где и так проблемы с парковками, и люди вынуждены были оставлять машину вдоль дорог. И сейчас там они вынуждены ставить машины, вынуждены платить по 6-8 тысяч в месяц. То есть у них там есть некий абонемент такой. За то, что они будут стоять вот здесь. То есть решилась проблема? Нет, она не решилась. Она только усугубила. То есть те, кто не смог подъехать, не может свои вопросы какие-то решить возле больниц, возле школ, возле детских садов и так далее, возле социальных каких-то объектов, они как не могли это сделать, так и не могут. Давайте еще по этим цифрам просто дополнительно посмотрим. Обратите внимание, что винная доля из этих расходов была потрачена на оборудование, которое по сути своей не нужно. Если вы не собираетесь обдирать население, если вы не планируете наказывать и штрафовать его, если изначально в концепции заложен верный подход и правильное отношение к людям, хотя бы элементарно, то все вот эти контролирующие железяки, они нам не нужны. То есть они потратили деньги на карательные функции, на системы, которые будут бить человека. Это все равно, что на автоматы, на пулемет. Парковки бывают разного типа, жилеточники тоже еще где-то работают в некоторых районах. Но, по крайней мере, когда мы паркуемся, и жилеточники помогают нам припарковаться и, соответственно, выехать с парковки, мы знаем, за что мы платим. В случае с системой А-паркинг, да, мы действительно видим, что тут в основном система контроля, ведь люди с планшетами не подсказывают никому, куда поставить машину, не показывают, где есть свободные места, а это тоже немаловажный пункт, который, собственно, должен присутствовать на платных парковках. Еще один момент. Оказывается, на платных парковках компания-владелец совершенно не несет никакой ответственности за сохранность автомобиля. Что вы можете об этом сказать? Вопрос тоже неоднократно поднимался. Да, обещания какие-то звучат, но когда мы должны ждать результатов? Ну, я так думаю, что результатов мы здесь будем ждать достаточно долго, потому что у нас вообще парковочное пространство, стоянка транспортного средства на той или иной парковке, закрытого, типа, или открытого какого-то, оно по гражданскому законодательству относится к категории хранения. То есть, если мы посмотрим, что такое договор хранения, то есть, это одна сторона доверяет имущество, другая, соответственно, его охраняет за оплату и обязуется вернуть в том же состоянии, в котором оно получило. Соответственно, с парковками тротуарного, типа, это физически невозможно. То есть, если еще с парковками какими-то крытыми теми же паркингами это еще как-то можно организовать, то есть, все-таки хранение происходит, то с парковками тротуарного, типа, естественно, невозможно. Тогда, конечно, возникают вполне логические вопросы. За что же мы платим тогда эти самые сто тенге? Мальчики и девочки в жилетках от Алматы паркинга с планшетами, то есть, либо сотрудник, который ездит на машине, фотографирует, они реально не помогают. То есть, мы даже проводили некие такие социальные эксперименты, целенаправленно подходили, спрашивали, где паркомат, как припарковаться, как оплатить. То есть, даже стоишь возле паркомата, спрашиваешь, а как оплатить, подскажите, а я первый раз, а я приезжая, я не умею, я не знаю. Нам говорят, есть телефон колл-центра, звоните, спрашивайте. Все, это не моя задача, не моя проблема, как вам что-то объяснить. Таким образом, у нас получается, что сотрудники, которые ходят с планшетами, они физически не обучены для того, чтобы человека научить пользоваться с тем же самым паркоматом. То есть, мы это делаем методом тыка. И даже больше встречаются нарушения с их стороны. Да, да, да. Встречается очень много даже нарушений с их стороны. И были даже эти прецеденты такие, когда тот же парковщик в желтеньком жилете, то есть, я уж не знаю, может быть, это был Алматы паркинг, может, не Алматы паркинг, но, по крайней мере, люди жаловались о том, что парковщик в желтеньком жилетике брал денежные средства, а потом вдруг человеку приходил штраф. Да, то есть, и такие факты были. Ну, или когда люди паркуются в другом месте, а им приходит касаться. Да, да, да. То есть, были и такие тоже случаи. То есть, человек припарковался не на платной сезоне, а парковщику вдруг, может быть, для своей какой-то статистики, для своей галочки, он решил лишние машины нафотографировать, которые к платной парковке вообще не имеют никакого отношения. Вот. За что же мы платим 100 тенге? В бытность мою, когда я работала еще членом общественного совета, мы неоднократно моты паркинга вообще и, в принципе, управлению мобильностью, ныне мобильностью, ранее управлению транспортом, предлагали внедрить очень хорошую систему. То есть, систему элементарной видеофиксации, систему биллинга. То есть, тогда, по крайней мере, человек, который запарковывается на площадке тротуарного типа, он четко понимает, что даже если с моей машиной что-то случится, я всегда могу получить видеофиксацию и найти того, кто стукнул мой автомобиль, так или иначе, там, я не знаю, там, проколол шины, снял зеркала, да, то есть, будет хоть какая-то защита, да, пусть не 100%, но будет хоть какая-то защита, которая будет говорить о том, что я могу найти того, кто мне нанес ущерб моему имуществу. На это мы получили однозначный ответ «нет». Нам сказали, это очень дорого, мы и так вложили почти 4 миллиарда, и вкладывать дополнительно в систему видеофиксации мы не будем, а мы говорим изначально, что от этого можно отойти, то есть, что нужна эта система. У Алматы паркинга нет системы биллинга, невозможно сейчас определить, сколько же времени стоял автомобиль. Ведь можно же поставить автомашину на час, да, при этом получить видеофиксацию, якобы, что ты стоял 6 часов, то есть, я как законопослушный гражданин, поставив машину на час, я плачу за этот час, а остальные 5, которые мне навязывают, фактически остаются без оплаты и автоматически приводят к штрафу. Как мне доказать, что я не стояла 5 часов? У меня нет презумпции невиновности, как это предусмотрено законодательством. В априори, если мы начинаем судиться с ДВД, который выставляет штраф, с административной полицией ныне, они так называются, с тем же Алматы паркингом, который привлекается, как правило, в рамках данного суда, в априори считается, что мы виноваты. То есть, водитель виноват. Нет такого понятия, как презумпция невиновности, которая предусмотрена в законодательстве. На сегодняшний день, если мы вспомним презентацию Алматы паркинга, они сказали, было сколько у них там, порядка, наверное, 20-30 судебных заседаний, когда люди судились реально по поводу выставленных штрафов. Во всех этих случаях получили отрицательный для себя результат. То есть, Алматы паркинг был у нас, по сути дела, прав. И никто не смог доказать, что биллинговая система у парковочной организации фактически не работает. Нельзя четко зафиксировать момент постановки, момент того, как машина уехала с этой постоянки. Нельзя зафиксировать, сколько времени она простояла. Нельзя зафиксировать, кто сидел в машине и кто, соответственно, из нее выходил. Очень часто штрафы приходят на хозяина. А машина может использоваться в семье, она может быть, не знаю, рабочая, как угодно. Штраф будет платить вот этот вот самый хозяин. То есть, если обобщать это слово, то есть, их биллинговая система не является прозрачной. Это такая мутная болота, что ли, в котором мы не можем понять, как и куда, каким образом фиксируется. И никто не может предоставить хотя бы элементарные распечатки. Если сейчас я приду, скажу, скажите мне, пожалуйста, мы сейчас о Алматы паркинге говорим, где и когда парковался мой автомобиль. На основании чего? То есть, нам этого никто не выдаст. То есть, есть какая-то непонятная, чья-то, иностранная, по-моему, они говорили. Российская, вроде они говорят, российская система, но разъяне сказали, что это не их система. Да, то есть, они, а при этом еще дополнительно говорят, что кто-то еще что-то разрабатывал свое. В общем, они сами даже не могут разобраться. Но я хотел бы вернуться к вопросу о видеофиксации. На нашей парковке мы на Зеленом базаре у нас стояли, около Казаби-Фурманова, когда еще, стояли видеокамеры, и я скажу, что это очень сильно просто и элементарно людей психологически отпугивало. Вот те, кто зеркала снимает, мы знаем печальный случай, у нас был недавно. Опять же, те, кто пытаются автомобиль... У нас трижды был случай, когда автомобиль припаркованный стукало, ударяла машина, которая проезжала мимо. И благодаря видеофиксации, то есть, приходил воделец, разбита фара, еще что-то, он обращался к нам, тут же выезжал специалист, вызывали полицию, мы полиции предоставляли флешку, на флешку сливали видеофиксацию вот этого происшествия, и человек без проблем решал вопрос уже с тем человеком, которого мы зафиксировали, который именно бил эту машину. То есть, и то, что говорят, что это слишком дорого, давайте просто вернемся к презентации, на которой мы все присутствовали. Ведь Алматы Паркнинг поднимает вопрос о привлечении страховой компании, но расходы страховой компании на кого он ляжет? То есть, нас опять плавно подводят к системе повышения тарифов. То есть, вместо того, чтобы поставить надежную рабочую систему видеофиксации, нас пытаются еще привлечь еще третье лицо, которое, страховую компанию, которое тоже будет дополнительно обдирать население. И через вот эту всю общую систему начать повышать тарифы и усложнять жизнь обычным людям. Ну, давайте дополним. Не всегда видеофиксация тоже гарантирует сохранность автомобиля. Мы знаем много случаев кражи автомобилей, мотоциклов в городе. Когда вроде бы на видео попадает вор, но возникают сложности с возвратом и с сохранностью. А компания в этом случае совсем не несет никакой ответственности за сохранность авто. Второе. Мы говорим, что много нареканий вызывает система оплаты и штрафов. Третье, о чем мы еще не говорили. Уборка территории, уборка мусора тоже, оказывается, лежит на бюджете города. Но это все проблемы, которые касаются непосредственно автолюбителей, клиентов. А есть еще макро-проблемы. Оказывается, были выделены территории в городе под строительство этажных парковок. Но на их месте выросли почему-то торговые центры и частные дома. Что говорят об этом в общественном совете? И как вообще общественность собирается решать эту проблему? Ну, к сожалению, общественный совет в силу своих полномочий проверить это не может. Общественный совет лишь может рекомендовать той же, допустим, прокуратуре проверить факт предоставления нецелевого использования земельных участков. Если вы помните, опять-таки, на последней презентации этот вопрос был поднят. И председатель общественного совета дал уже поручение, да, то есть проверить вот эти факты, сколько же все-таки было выделено места для строительства многоуровней, многоярусных парковок. И какое из них было передано в конечном итоге введение непонятно кого и непонятно куда. Вот. Но давайте, наверное, все-таки остановимся, подытожим вот этот вот вопрос и остановимся все-таки на том, что когда мы, как бизнес, например, организовываем что-то, мы людям, в принципе, не должны объяснять, куда и на что пойдут деньги. Так же, как и клиент не должен спрашивать, куда пойдут его деньги, он должен получить результат. Соответственно, когда Алматы Паркин говорит о том, что мы организовываем парковочное пространство и платим огромные деньги, мы не должны интересоваться, почему денежные средства вот с этих 100 тенге уходят вдруг на оплату некого паркомата и зарплаты сотрудников и так далее, и так далее. Но ведь организация парковочного места, это же не просто сделать разметку и сказать, стойте здесь, а это и есть строительство, это организация. Правильно. О чем идет речь? То есть мы должны лишь спросить, что мы получим за свои 100 тенге, никуда вы их потратите, а что мы за них получим, что мы видим в настоящем мире? Мы ничего не видим. То есть мы видим некие паркоматы, которые приобретаются за наши деньги, не за наши деньги, это достаточно такой непрозрачный вопрос. Но мы не получаем никакого сервиса вообще. Разметкой дорог у нас занимается город, уборкой дорог у нас занимается и тротуаров у нас занимается город. Алматы Паркинг элементарно урну не может поставить возле своих паркоматов, да, то есть мы видим опять-таки кучу мусора, который снова убирает город. Город выделяет дороги, город эти дороги асфальтирует, город даже вывески все необходимые делает самостоятельно. Алматы Паркингу остается лишь поставить свой паркомат и поставить рядом некий, скажем так, некую табличку о том с номером парковки и что же делать дальше с этим паркоматом. Все. И что же делать дальше с этими парковками? Ну, нужно уходить от вот этой платности. Во-первых, нужно снижать нагрузку на штрафы, я считаю так, да, то есть нельзя штрафовать всех подряд, то есть система новая, внедрена не так давно. Да, то есть нужно смягчать штрафы, нужно уходить от этой системы. То есть нужно что-то концептуально новое. Александр, ваши рекомендации? Ну, вообще да, то есть разговор о штрафах стоит в том, что система вот эта вот, которая внедрена, ну, я его могу сравнить только с Франкенштейном, потому что они лепили, сначала внедрили одну систему, потом вдруг появились планшеты. Опять же вопрос, у кого они посмотрели эту систему фиксации через планшеты. Теперь мы видим внедрение московской системы, когда ездят автомобили и так далее, но в любом случае результаты это не дает. И вот эта система, можно представить, что она терроризирует сама, то есть Алматы Паркинг является заложником этого технического решения. Это техническое решение терроризирует Алматы Паркинг, а Алматы Паркинг кошмарит население. Здесь все достаточно просто. То есть сделайте систему биллинга прозрачной, сделайте так, чтобы человек не за каждую свою малейшую провинность штрафовать его, а сделайте так, чтобы он мог спокойно оплачивать в разных местах, мог оплатить сегодня, завтра, через месяц. То есть эти 100 тенге, он рано или поздно, скажем, на трассе Алматы Копчегай, сколько бы нас водители думают, что они когда съехали на Дмитриевку, еще куда-то, что они не будут оплачивать. Нет, рано или поздно он приедет в Шлагбауму и за все те разы, которые он не оплатил, он в любом случае оплатит. Точно так же и парковка. Он может много-много раз не оплачивать, но рано или поздно, если он в течение месяца паркуется, но не оплачивает, тогда он, как злостный неплательщик, выписывает ему штраф без проблем. Но не так, как сейчас. То есть это все технически решаемо, но не теми способами, которыми сейчас решает, использует Алматы парк. Спасибо вам за интервью. Спасибо.